Итак, главный праздник белорусской столицы. Уже через полчаса начнутся торжества в честь Дня Города. О Минске с момента первого упоминания в исторических хрониках известно уже 949 лет. Практически полностью разрушенный во время Великой Отечественной войны, сегодня город по праву считается одним из красивейших в Европе. Он по-настоящему любим миллионами его жителей и гостей, которые наверняка выйдут сегодня на столичные улицы и проспекты, чтобы присоединиться к празднику. Наш корреспондент Татьяна Ревизори о том, что нельзя пропустить. Свой 949-й день рождения. Нестареющий Минск собирается отметить не только с размахом, но и с драйвом. Будет все. От народных гуляний до экстремальных забав. Начнем, пожалуй, с традиции. Дворец спорта. Самая душевная площадка города будет работать с 12 до 10. Здесь все и сразу. Для меломанов живой концерт. Днем хиты, а ближе к вечеру классика от симфонического оркестра. Впрочем, подкрепиться можно будет не только духовно. Палатки с едой и напитками уже раскинулись в зоне гостеприимства. Мы готовы на все 100%. Ждем минчан на самый веселый, нужный праздник города. Будет вкусно? Очень. И очень по доступным ценам. Сразу за зоной гостеприимства город мастеров. Ремесленники готовы удивлять. Удивлять под силу и богатырям. В Минске пройдет международный турнир по силовому экстриму. Но и это еще не все. Эта конструкция высотой. Четырехэтажный дом появилась здесь не просто так. Впервые в Беларуси, да и вообще на территории всего СНГ пройдет соревнование железной пожарной. Белорусы, россияне и литовцы. За звание лучшего будут бороться шесть десятков спасателей. Старт в 11. А вот тем, кому по душе острое ощущение, прямая дорога в экстрим парк. Паркур, воркаут, скейтбординг. Долгожданную площадку откроют ровно в полдень. Такой вот подарок от города. Пройдут на всех площадках соревнования. Мы называем на улицах это контесты. Очень зрелищные виды выбрали наши организаторы. Поэтому всех приглашаем на это все зрелище посмотреть. А ровно в час в верхнем городе торжественно откроют памятник композитору Манюшко и писателю Дунину Мартинкевичу. Не обойдется без интриги. А секрет такой, что нашли двойника Манюшки и он завтра будет тут присутствовать. От классики до экзотики. К примеру, в парке черюскинцев соберутся любители харьков. Естественно, со своими питомцами. Словом, выбрать маршрут на свой вкус сможет каждый горожанин. Финальным аккордом дня города станет, конечно, салют. Музыкальное фейерверк-шоу пройдет здесь, возле дворца спорта. А расцветет небо ровно в 10 вечера. Татьяна Ревизори и Игорь Синюта, телекомпания СТВ.